Новые возможности для малого и среднего бизнеса совсем скоро появятся в регионе. Сегодня на заседании администрации приняли положение, согласно которому окружные бизнесмены могут воспользоваться новыми видами субсидий. На что могут рассчитывать новички собственного дела и бизнесмены со стажем, узнала Любовь Пермякова. Уже скоро воспользоваться субсидией на возмещение части затрат, связанной с приобретением оборудования, которое ранее составляло всего 300 тысяч рублей, а сейчас выросло до 1 миллиона, смогут окружные бизнесмены, которые планируют модернизировать собственное производство или улучшить качество услуг. Бизнес-стаж здесь, как и ранее, не имеет значения. Это любой предприниматель, который осуществляет деятельность на территории округа, и если его деятельность относится к приоритетным, которые определены в госпрограмме у нас, это там сельское хозяйство, рыболовство и туризм, достаточно большой перечень в госпрограмме утвержден у нас. То есть любой предприниматель, который занимается данным видом деятельности, он может обратиться на возмещение затрат по покупке оборудования какого-то. Данная поддержка будет предоставляться на конкурсной основе в размере 60% от произведенных затрат и составлять не более 1 миллиона рублей. Главное условие на момент обращения – соискатель должен произвести оплату по договору в полном объеме и получить оборудование в собственность. Кроме документов на оборудование, которое согласно условиям предоставления субсидий должно быть новым, нужно будет подготовить ряд других документов. Он должен будет предоставить, конечно, заявление на предоставляние субсидий, технико-экономическое обоснование, то есть что позволит ему сделать данное субсидия, данное оборудование, на которое он просит субсидию, какие показатели он достигнет в течение первого года использования оборудования. И, соответственно, мы будем следить за достижением данных показателей. Всего в бюджете округа на эти цели предусмотрено 5 миллионов рублей. Планировалось, что на эти средства приобрести новое оборудование смогут примерно 5 предпринимателей. Понятно, что 5 миллионов рублей – это первый пробный камень. Я сомневаюсь, что вы опять производство создадите на эти 5 миллионов рублей. Хотя бы одно мы давайте в этом году сделаем, в качестве примера покажем, тогда дальше у нас потянутся остальные. Но мы понимаем, что эта сумма должна увеличиваться. Не 3 копеек, а должны быть реальные суммы. Тогда у нас будет и продукция появляться. Сегодня же глава НСИ же сказала, что год назад было 17 коров, вообще-то там 38 уже. А два года уже вообще не было. Кстати, НСИ – это один из самых ярких примеров развития бизнеса благодаря окружной программе. Сейчас там успешно развиваются три крестьянско-фермерских хозяйства. С каждым годом размеры предоставляемых субсидий увеличиваются. Появляются и новые виды поддержки. Одну из них приняли на сегодняшнем заседании. Она касается предпринимателей, которые оказывают услуги по уходу и присмотру за детьми. Теперь представители этого вида деятельности могут рассчитывать на субсидию в размере 300 тысяч рублей в год.